Региональный благотворительный фонд «Неравнодушные сердца» недавно справил новоселье. Теперь у организации есть свое помещение, которое участники фонда уже обставили и подготовили к приему горожан. Очень удобная комната, очень уютная. Всем нравится, говорят, что по-домашнему. Спасибо всем, кто помог нам оборудовать эту комнату. Но мы уже работаем, уже не первую неделю проводим мастер-классы и для детей, и для взрослых. Фонд «Неравнодушные сердца» находится по адресу улицы Литки, 29. Раньше здесь была детская школа искусств «ФЛАД», теперь комплексный центр общественных организаций. На церемонию открытия нового учреждения пригласили представителей городской администрации, руководителей предприятий. Когда сократилась численность занимающихся детей в этом здании, конечно, можно было бы пойти по тому пути, к которому идут 99,5% других муниципальных образований. Выставили на торги, продали. И сняли головную боль по содержанию, по судьбе, да, и перевалили ответственность на других. Мы все-таки решили, что наши ветеранские организации, городской совет ветеранов требуют расширения. Теперь у каждой ветеранской организации есть своя штаб-квартира в Ладе. Заслуженные жители города – очень активные люди, у них широкий спектр увлечений. Хоровые творческие коллективы, танцевальные – это множество творческих клубов и по разным направленностям. Это клубы бабушек, клубы садоводов, ну, в общем, можно перечислять много и много, где занимаются увлеченно наши ветераны. Ветеранам будет где развернуться. В новом Старом Ладе есть просторные удобные помещения, актовый зал. Люди получили место для общения. Оборудованы всеми необходимыми, значит, инфраструктурой, коммуникациями и так далее. То есть здесь есть телефон, интернет и так далее. Комплексный центр собрал под своей крышей не только ветеранов. Здесь теперь есть представительство благотворительных организаций из Пензы. Среди них региональная общественная организация «Благодарю». Она занимается помощью людям, которые нуждаются в восстановлении здоровья. Первым из этих проектов стал оздоровительный частный детский садик «Благодарю мамчика за мое счастливое детство», где абсолютно здоровые дети и дети с особенностями физическом и интеллектуальном развитии могут оздоравливаться, развиваться, социально адаптироваться через инклюзивные и эксклюзивные занятия. Вторым социально значимым проектом стала Пензская региональная общественная организация по оказанию помощи людям, нуждающимся в восстановлении здоровья «Благодарю». Организация «Благодарю» оборудовала на базе ЛАДА свой лечебно-восстановительный центр. Большую часть тренажеров уже установили. По соседству с ними расположилась творческая мастерская из Пензы, участники которой организуют занятия арт-терапией. Дети с ограниченными возможностями здоровья будут лепить из глины. Заниматься с детками – это очень здорово, и мы очень часто практикуем это. У нас в творческом объединении много мастеров. Мы выезжаем на обучение, на мастер-классы, в центры реабилитации, в детские дома, сотрудничаем с благотворительными фондами. И постоянно мы проводили такие мастер-классы. Мы пришли к тому, что это нужно делать постоянно, то есть не разово. Для гостей комплексного центра в мастерской уже провели демонстрационное занятие. Сейчас идет набор групп. Начать работать с детьми художники планируют уже в апреле. Кроме этого, теперь в Заречном есть и представительство благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Помощью мамочкам, детям и всем жителям города будет заниматься и общественная организация многодетных семей Заречного «Мамы». В новом просторном помещении активистки общества организовали комнату «Добрых вещей». Это может быть и одежда, и опыт, это может быть посуда. Если вам надоел шкаф, и вы не знаете, куда его идти, мы с удовольствием приедем и вас его заберем. Или вдруг диван вам уже не нужен, он тоже нам обязательно пригодится. Коляски, кроватки, ванночки. Если все это лежит и вами не используется, мы заберем и отдадим людям, которые в этом очень нуждаются. Также на базе Старого Лада теперь располагается и социально-психологический центр «Гармония». Все организации уже начали работать. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».